МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые в регионе состоялись депутатские слушания по проекту бюджета округа на следующий год и плановый период. По мнению законодателей, такой подход к главному финансовому документу региона позволит более детально изучить все статьи расходов и выяснить их целесообразность. В формате онлайн в Наринмаре прошли публичные слушания по проекту бюджета Ненецкого автономного округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Наградили достойных глава региона Юрий Бездудный и вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов встретились с сотрудниками регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. В собрании депутатов состоялись депутатские слушания по проекту окружного бюджета на ближайшие три года. Такая процедура проходит в регионе впервые. По мнению законодателей, такой подход к главному финансовому документу региона позволит более детально изучить все статьи расходов и выяснить их целесообразность. Согласно окружному закону о бюджетном процессе, по результатам его рассмотрения на депутатских слушаниях вырабатываются рекомендации для подготовки проекта закона об окружном бюджете для принятия во втором чтении, а также для реализации отдельных мероприятий, разработки нормативных правовых актов округа и иных мероприятий в рамках финансового года. Основные параметры бюджета на 2021 год в ходе депутатских слушаний представила руководитель Департамента экономики и финансов Татьяна Лагвиненко. Доходы 20 млрд 97 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления с федерального бюджета 4 млрд 744 млн рублей, расходы 22 млрд 351 млн рублей, дефицит 2 млрд 254 млн рублей и 14,7%. В соответствии с бюджетным кодексом дефицит не может составлять более 15%, таким образом требования закона соблюдены. Общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год спрогнозирован в сумме 20 млрд рублей. Объем расходов 22,35 млрд рублей, дефицит составит 2,2 млрд рублей. Основным источником финансирования дефицита является привлечение кредитов в 2021 году на сумму 2,7 млрд рублей. Расходы бюджета Ненецкого автономного округа сформированы в программном формате с 1 января 2021 года в округе будет действовать 26 госпрограмм. А в рамках реализации 9 нацпроектов учтено финансирование по 24 региональным проектам. Бюджет сохранит социальную направленность, при этом предусмотрены средства на инвестиции в 2021 году. В сумме порядка 5,6 млрд рублей. В 2022 году 6,3 млрд рублей. И в 2023 году 1,6 млрд рублей. Большая часть из этих средств приходится на строительство и реконструкцию дорог. В 2021 году предусмотрено 3,1 млрд рублей, что составляет 57% от запланированных бюджетных осигнований на реализацию инвестиционной программы. А на строительство жилья 25% или 1,4 млрд рублей. Проект бюджета 2021 года и на плановый период уже прошел процедуру нулевых чтений. Татьяна Лагвиненко отметила, что работа над бюджетом идет напряженная. В закон внесены изменения. Несмотря на все сложности, бюджет сохранил социальную направленность. Бюджет сбалансирован крайне жестко, является дефицитным с учетом риска недофинансирования отдельных видов расходов. Впервые в этом году по настоянию депутатского корпуса изменена система рассмотрения бюджета. При этом широко использовался опыт других регионов. Суть изменений в том, что депутаты, если раньше у нас практически у них не было времени на между, допустим, первые мы только доходы рассматривали, общие параметры, а потом быстро пробегали расходы. Сейчас уже с нулевых погрузились каждый депутат, каждая комиссия в расходы, понимая сложность бюджета, особенно этого, допустим, следующего года и этого года тоже. Поэтому я хочу сказать большое спасибо депутатам, что они прониклись и поняли, что есть ряд каких-то излишних расходов, что-то и многое нужно оптимизировать. В числе общих рекомендаций внесение изменений в госпрограммы округа по реализации мероприятий в 2023 году. Централизация осуществления госзакупок по окружным государственным учреждениям. Администрации округа предложено продолжить работу по увеличению доли финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов с целью достижения процентных соотношений 90 на 10 и по оптимизации расходной части окружного бюджета. И все достаточно жесткие рекомендации, которые дали депутаты, непосредственно исполнительные власти, мы принимаем в работу. И считаем, что это сразу, может быть, не все получится, но там есть и сроки на следующий год. Мы продолжаем в следующий год работать с тем, чтобы бюджет максимально удовлетворял целям улучшения благосостояния граждан Ненецкого округа. Принятые рекомендации по итогам депутатских слушаний будут направлены в администрацию округа. Полный список рекомендаций будет размещен на официальном сайте собрания депутатов Ненецкого автономного округа. По мнению депутатов окружного собрания, новый подход к рассмотрению бюджета в региональном парламенте позволил его сделать более народным. Главное преимущество такой работы над бюджетом в том, что при внесении проекта в окружное собрание депутаты уже были ознакомлены с основными цифрами и мероприятиями по каждому главному распорядителю бюджетных средств – ГРБС. Это позволило еще раз тщательно обсудить статьи доходов и особенно расходов. Кроме того, предусмотрено нулевое чтение на площадке администрации округа. С сентября депутаты вместе с ГРБС рассматривали проект бюджета. Сначала мы изучили непосредственно работу в других регионах по бюджетному процессу, ну как проходит рассмотрение бюджета. И было принято решение, ряд решений о том, чтобы мы начали рассматривать, как уже сказано было, мы в нулевом чтении вместе на площадке администрации вместе с ГРБС с сентября месяца приступили к рассмотрению бюджета. Наталья Кордакова пояснила, что не все рекомендации и предложения, которые подготовили профильные комиссии окружного собрания, учтены на депутатских слушаниях, а только те, которые касаются непосредственно этого проекта бюджета. Порядка 50% рекомендаций останутся на контроле каждой комиссии и будут включены в план работы. Вот раньше, когда вносили бюджет, в течение 10 дней нужно было делать поправки. Не рассмотрев его, мы не знали, какие должны были быть поправки. На сегодняшний день мы уже, значит, 20 октября у нас бюджет поступил в собрание депутатов. До 2 числа, значит, у нас счетная палата дала заключение. И с 5 по 13 прошли все комиссии. То есть это получается, мы второй раз уже тщательно просмотрели все расходы бюджета по мероприятиям и по ГРБС. По мнению парламентария, благодаря такой детальной работе над главным финансовым документом бюджет получился более народным. Бюджет, он более получился народный, обсуждаемый. Если он раньше в рамках каких-то проходил, то сегодня на самом деле это депутатские обсуждения. Затем еще отдельно будет публичное обсуждение. То есть больше людей будут вовлечены непосредственно в работу бюджета на 2021-2022 года. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов поблагодарил всех за совместную работу. При рассмотрении бюджета в первом чтении отметил, что несмотря на все трудности, неблагоприятной эпидемиологической обстановке, работа проходит в плановом режиме. Этим работа наша не ограничивается. Мы, соответственно, будем руководствоваться сегодняшними рекомендацией, раз, планами работ, как я уже сказал, комиссии, два, и теми вопросами, которые у нас неизбежно будут на дальнейших сессиях, когда мы принимаем изменение бюджета. Это тоже, это живой организм. Кроме того, он добавил, что сейчас прорабатываются самые сложные темы бюджета и есть все предпосылки, чтобы принять сбалансированный и взвешенный бюджет. Итоги депутатских слушаний по проекту закона об окружном бюджете на трехлетний период подвели председатели профильных комиссий. Одно из предложений депутатского корпуса строительства спортивной площадки в поселке Харута. Председатель постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам образования, культуры и спорта Андрей Смыченков прокомментировал предложения, озвученные в рамках рассмотрения проекта бюджета перед принятием в первом чтении. В рамках рассмотрения проекта бюджета перед первым чтением у нас было проведено две комиссии, нулевая, ну и уже же самая комиссия, где мы рассматривались на расходы бюджета по профильному департаменту. Мы рассмотрели, согласовали все те суммы, которые нам представила администрация. Ни одна сумма не была снята и мы их утвердили по моему объему. На депутатские слушания вынесены две рекомендации строительства спортивной площадки в поселке Харута и проведения капитального ремонта в библиотеке в поселке Красное. В рамках которой на депутатские слушания было вынесено две рекомендации. Это по строительству спортивной площадки в поселке Харута и проведение капитального ремонта в поселке Красное. Остальные рекомендации и предложения, которые были озвучены депутатами в ходе заседания профильной комиссии, поставлены на контроль для дальнейшего рассмотрения. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа предложило предусмотреть денежные средства на деятельность добровольных пожарных дружин в сельской местности. Эти и другие предложения были озвучены в ходе депутатских слушаний по проекту закона об окружном бюджете на трехлетний период. Рекомендации постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления озвучил ее председатель Александр Чурсанов. Мы рассматривали профильные департаменты и управление. Одной из рекомендаций, которая я считаю очень важной, это предусмотреть в 2021 году финансовые средства на деятельность общественных организаций, это добровольные народные дружины. Почему я считаю, что это важно? Мы все помним, что в 2011 году был подписан федеральный закон президентом Российской Федерации, который регламентировал деятельность добровольных пожарных дружин. Я сам тогда работал в органах исполнительной власти, муниципальной власти, заместителем главы муниципального образования. Я помню, как образовывались эти добровольные пожарные дружины на местах. Парламентарий отметил, что необходимо предусмотреть бюджетное сигнование на предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охраны в сельской местности. Почему это важно? Мы все знаем прекрасно, что транспортная логистика в нашем округе очень сложная, села труднодоступные, дорог к ним нет и в случае возникновения пожаров потушить их порой очень сложно. Потому как и профессиональных пожарных у нас также на территории сельских населенных пунктов очень мало. Это пожарные отряды, которые организованы в основном в центральных сельских населенных пунктах. Поэтому добровольные пожарные дружины, которые формируются из местных жителей, я считаю, что должны быть экипированы, должны быть технически укомплектованы. И, соответственно, в случае возникнения пожаров они должны помогать в том числе главам муниципальных образований. Кроме того, в непростой ситуации с окружным бюджетом депутаты рекомендовали уменьшить расходы на профессиональное развитие в исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа. И рассмотреть возможность дальнейшей централизации осуществления государственных закупок по окружным учреждениям. Бюджет у нас очень сложный, поэтому в первую очередь мы должны предусмотреть финансовые средства на социальные выплаты, средства на доставку тех же продуктов питания в сельские населенные пункты. Этот вопрос возникал очень остро. Конечно же, на поддержку оленеводства, сельского хозяйства в целом. Депутаты собрания рекомендовали администрации округа обеспечить в полном объеме финансирование субсидий по доставке продовольственных товаров с села. Председатель постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию Матвей Чупров прокомментировал позицию депутатов, работающих в комиссии. Были приняты рекомендации. Часть из них вошла в депутатские слушания, те рекомендации, которые были приняты сегодня. Парламентарии выступили с предложением увеличить бюджетное сигнование на субсидии по возмещению затрат по доставке продовольственных товаров в сельские населенные пункты, в том числе в Амдерму, на остров Колгуев и Вайгач, до уровня необходимой потребности с целью недопущения роста цен на продукты и возникновения их дефицита. Очень серьезно обсуждался вопрос, связанный с необходимостью компенсации расходов и создания условий для доставки продуктов в отдаленные населенные пункты Ненецкого округа, для того, чтобы эти расходы были заложены в бюджете в полном объеме, для того, чтобы не допустить повышения цены продуктов в отдаленных населенных пунктах и тем более создание какого-то дефицита продуктов, который может возникнуть, если существующая система будет разрушена. Рекомендовано внести изменения в порядок предоставления данной субсидии в части исключения авансовых платежей. Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса рекомендовано предусмотреть в окружном бюджете средства на уровне этого года на проведение Дня оленя в 2021 году. Также один из серьезных вопросов – это необходимость финансирования и того, чтобы были на 100% заложены средства на праздник День оленя, наш ежегодный праздник, который уже на протяжении не одного десятка лет проходит в тундре, и нужно, чтобы он состоялся, чтобы средства на него были заложены в полном объеме. В то же время необходимо уменьшить объем средств на осуществление авиарейдов с целью выявления нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, предпаводкового и послепаводкового обследования, учета охотничьих ресурсов – около 5 миллионов рублей, мероприятие по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории округа – 8 миллионов рублей. Законодатели также предложили направить в собрание депутатов проект разработанной программы комплексного развития сельских территорий Неницкого автономного округа. Депутаты предложили предусмотреть дополнительные средства по индексации соцвыплат. Председатель постоянной комиссии по социальной политике Анна Булатова рассказала о поправках, которые были разработаны в рамках комиссии. На заседании рассматривали расходы в сфере здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В частности, при обсуждении расходов Неницкой окружной больницы региональные депутаты рекомендовали уменьшить бюджетные средства, предусмотренные на вневедомственную охрану на следующий год. По итогам обсуждения на одной из комиссий парламентарии предложили предусмотреть дополнительные бюджетные средства на индексацию социальных выплат. Прежде всего, речь идет о больных с сахарным диабетом, онкологическом заболевании и индексации пособий за донорство. Также депутаты рекомендовали предусмотреть денежные средства на получение субсидий с федерального бюджета в рамках софинансирования на капитальный ремонт здания амбулатории в поселке Харута. Неоднократно на заседаниях постоянной комиссии депутаты обращали внимание на такие вопросы, как приобретение медицинского оборудования. В частности, речь идет о покупке томографа для Нинецкой окружной стоматологической поликлиники и аппарата хирургического отделения Нинецкой окружной больницы. Кроме того, депутат отметила, что все социальные выплаты, которые осуществлялись в 2020 году, сохранены. Окружные депутаты предложили уменьшить расходы на содержание органов госвласти округа и содержание автодорог. Эти рекомендации были озвучены на профильных комиссиях и представлены на депутатских слушаниях по проекту закона об окружном бюджете на следующий год. Окружные парламентарии рекомендовали администрации Нинецкого автономного округа уменьшить бюджетное сигнование на 2021 год на содержание органов государственной власти. Предложено также уменьшить средства на содержание автодорог на 75,2 млн. рублей, оставив финансирование на уровне 2020 года в сумме 486,6 млн. рублей. Аналогичное предложение оставить финансирование на уровне этого года в сумме 132,5 млн. рублей прозвучало и по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Почти на 50 млн. рублей уменьшены средства на устройство и содержание зимника на Ринмар-Усинск. Предложено исключить средства в размере 27,9 млн. рублей на реконструкцию участка автодороги на Ринмар-поселок Красное. По рекомендации депутатов необходимо уточнить показатели по доходам и расходам окружного бюджета от безвозмездных поступлений фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год, а также количество квартир, планируемых к приобретению. В формате онлайн прошли публичные слушания по проекту бюджета Ненецкого автономного округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Трансляция публичных слушаний состоялась в прямом эфире нашего телеканала. Несмотря на заочный формат мероприятия, все замечания и предложения к проекту бюджета, поступившие в адрес Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа, в том числе и от жителей округа, были озвучены и прокомментированы. Из-за эпидемиологической ситуации впервые публичные слушания по проекту окружного бюджета на следующий год прошли в онлайн формате. Трансляция в прямом эфире велась на телеканале «Север». Традиционно в начале слушаний был представлен прогноз социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. В условиях нестабильности, даже, можно сказать, турбулентности макроэкономической и политической ситуации, существует сильная валиативность экономики от колебания цен на нефть. По своим масштабам потрясение первой половины 2020 года, а именно обвал цен на нефть, карантинные ограничения, введение режима нерабочих дней в апреле, сокращение российского экспорта из-за спада мировой экономики, превзошли предыдущие кризисы 2006, 2008 и 2014-2015 годов. Директивное ограничение о деловой активности в текущем году, вторая волна пандемии – все это является непредсказуемыми факторами для прогнозирования социально-экономического развития региона, особенно нефтяного. Тем не менее, считаю, что прогноз развития округа достаточно позитивный с расчетом на быстрое восстановление экономики в прогнозируемом периоде. Представляя параметры главного финансового документа округа, первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов отметил. Вашему вниманию предлагается проект бюджета, расходная часть которого формировалась на 2021 год и последующие годы с учетом всех рисков, в том числе рисков выпадающих доходов окружного бюджета в сложных экономических условиях. Доходы бюджета 2021 года составят 20 миллиардов 97 миллионов рублей. Из них объем собственных налоговых и неналоговых доходов 15 миллиардов 400 миллионов. Расходы запланированы на уровне 22 миллиарда 351 миллион рублей. Бюджет сверстан с дефицитом. В ходе слушаний обсудили проблемы, связанные со снижением доходов в региональный бюджет. Вот у нас налоговые и неналоговые доходы по сравнению с 2018 годом, 2020, 2022, 2023 идет снижение. Какая работа будет проводиться непосредственно Департамент и Администрации по их увеличению? Основной фокус сейчас делается на привлечении новых инвесторов. Мы работаем вплотную по закону поддержки Арктической зоны Российской Федерации, АЗРФ. Мы уже внесли определенные преференции, пусть, может быть, они должны сыграть свою роль, значит, с тем, чтобы у нас появились резиденты Арктической зоны, и бизнес получил ту поддержку с тем, чтобы мы, по крайней мере, подняли экономику. Насколько предприниматели чувствуют поддержку и отсутствуют барьеры, настолько будет прирастать у нас, допустим, доходы в бюджете. Поэтому, конечно, и по снижению барьеров, и по, так сказать, привлечению предпринимателей, созданию комфортного инвестиционного климата мы продолжаем работать и вместе с вами тоже. В ходе слушаний были озвучены замечания и предложения жителей Ненецкого округа к проекту окружного бюджета на 2021 год и плановый период, поступившие в адрес Департамента финансов и экономики регионов в официальной форме, а также в социальных сетях. Всего в преддверии публичных слушаний поступило три официальных письма, содержащих порядка 20 пунктов по различным направлениям, а также восемь вопросов в социальных сетях. Вопросы касались содержания органов государственной власти Ненецкого автономного округа, проведения дноуглубительных работ на реке Печора, представления компенсации взамен земельных участков для многодетных семей, строительства нового здания для инфекционного отделения Ненецкой окружной больницы, строительства дороги на Тельвиску и других направлений. На все вопросы, которые были озвучены в ходе публичных слушаний, ответы будут даны письменно в зависимости от того, как они были направлены, официальным письмом или в виде комментариев к посту ВКонтакте об объявлении публичных слушаний. Приостановка отдельных мер социальной помощи будет продлена. Этот вопрос был рассмотрен парламентариями на заседании постоянной комиссии по социальной политике регионального парламента. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа выступил разработчиком законопроекта о продлении приостановки отдельных мер социальной поддержки. Как пояснили в профильном ведомстве, это связано с дефицитом бюджета и необходимостью оптимизации расходов окружного бюджета в 2021 году. Предварительно все изменения были рассмотрены на заседании общественного совета при департаменте с участием представителей профсоюзных и общественных организаций. В проекте закона, который находится на общественном обсуждении, предлагается продлить приостановку отдельных мер соцподдержки до 2024 года. В частности, это касается представления субсидий на приобретение или строительство жилой площади, предоставления малоимущим семьям бесплатного горячего питания в каникулярное время и выходные праздничные дни в организациях общественного питания. Также будет проведена приостановка выплаты ежегодного денежного вознаграждения ко дню семьи родителям, воспитывающим ребенка на дому. Размер выплаты ко дню пожилого человека 1 октября останется без изменений – 5000 рублей вместо 10. Данная выплата была приостановлена с 2015 года. В целях сокращения расходов окружного бюджета депутаты регионального парламента предложили исключить из окружного закона норму о компенсации расходов на медицинское обслуживание по договорам добровольного медицинского страхования, а также компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание в отношении гражданских, служащих округа и лиц, замещающих государственные должности округа. Норма была приостановлена с 2009 года. Напомню всем, что у нас действует более 140 мер социальной поддержки. Все эти меры у нас сохранены среди регионов не только северо-запада, но и северных регионов. Наш округ является лидером по количеству мер социальной поддержки. И хочу заверить жителям нашего региона, что все выплаты останутся в полном объеме и не будут пересматриваться. Сохранена индексация мер социальной поддержки донорам крови, больным сахарным диабетом и онкобольным. Предлагаемый проект закона будет рассмотрен на ближайшие сессии. Наградили достойных глава региона Юрий Бездудный и вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов. Встретились с сотрудниками регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Они познакомились с работой центра и наградили достойных. Для начала импровизированная экскурсия по центру. Он начал свою деятельность в 2007 году. С момента образования учреждения ведет работу по следующим направлениям. Добровольчество, здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи, работа с детскими и молодежными объединениями, развитие молодежного самоуправления и развитие молодежного предпринимательства. Во многом работа сейчас молодежного центра, она сконцентрирована на добровольчестве и волонтерстве. Ну, такой вызов времени. То есть, вы действуете ситуативно. Когда нужна помощь ваша, вы мобилизуете добровольцев и волонтеров. Губернатор интересуется, как часто и охотно жители региона включаются в различные добровольческие акции. С сентября, ну, со второй волны их стало больше. То есть, там не только студенты, а и уже работающие люди с различных организаций, там, департаментов начали подключаться к заявкам нашим, к отработке заявок. По словам сотрудников центра, очень много поступают просьб о помощи купить продукты, лекарства, выгулять собаку. Очень много заявок по лекарствам именно, по разводу лекарств. Все заявки, касающиеся доставки лекарственных препаратов, обрабатываются в тот же день, заверили сотрудники центра главу региона. И перед тем, как перейти к торжественным процедурам, Юрий Бездудный уже по традиции оставил свой автограф и пожелания на баннере молодежного центра. Да, вот прямо здесь. А далее в актовом зале в связи с 13-летним молодежного центра глава региона Юрий Бездудный и вице-председатель собрания депутатов Максим Арбузов поздравили сотрудников и вручили заслуженные благодарственные письма. Спасибо вам большое за это. Вот равно так, как врачи сегодня помогают выживать людям, которые заболели ковидом, выхаживают их, лечат их. Вот ровно так же вы помогаете тем людям, которые не болеют, но находятся на самоизоляции. Продолжайте заниматься этой работой. Она очень благородная работа, помощь этим людям. Спасибо вам большое за это. И показывать пример всем остальным, все остальные наши молодежи, потому что они все-таки смотрят на вас. Потому что вы приходите к ним, учите, рассказываете, помогаете выигрывать гранты, зовете в молодежскую деятельность. Они берут с вас пример. Я хочу вам пожелать, чтобы вы сами собой были довольны и гордились своей работой. Благодарственные письма от губернатора и собрания депутатов Ненецкого округа гости вручили сотрудникам молодежного центра. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 3 декабря, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok